Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что вот, исходя из того, что вы написали, союз с мужчиной, с бывшим, не с тем, безусловно, с которым мы в браке сейчас, а с другими мужчинами, он вам что-то дает. То есть вы совершенно очевидно в чем-то нуждаетесь. У вас есть нужда, у вас есть потребность, вот. То есть, возможно, он дает вам безопасность, возможно, вы чувствуете себя в большей степени любимой, возможно, здесь есть что-то еще, о чем мы не можем знать. Но правда одна, что снится вам эта ситуация тогда, когда происходят определенные события, вызывающие у вас данную потребность. Эта потребность у вас не удовлетворяет ваш бывший молодой человек. Вот. Здесь можно работать и лучше всего работать именно на уровне ассоциаций, потому что через них можно прийти к пониманию того, что с вами происходит. Вот. Но вы можете и сами подслеживать то, что происходит в вашей жизни, подслежив то, что имеется у вас в браке с вашим мужчиной, подслеживать данный момент и посмотреть, какие чувства вы испытываете. Ну вот, ну, просто вот за каждый день, да, проанализировать вот каждый день, а, значит, после которого вам снится сон со своим бывшим молодым человеком и так далее. Что происходит? Что происходит? Вот. По ссылкам. Вот. Понимаете? Что происходит у вас, именно у вас в семье, в реальной жизни? Это можно подставить тем, что вам снится и выявить желание. Вот. А, возможно, бывает, ну, такая история, что, иногда бывает такая история, что это не получается, понятно. И тогда люди прибегают к ассоциациям, опять же, для того, чтобы лучше понимать, о чем идет речь. Да? Что касается цыганки и зелья, то здесь, конечно, значит, ситуация такова, что для вас значит цыганка и что для вас значит зелье. Вполне возможно, что через цыганку и через зелье вы хотите добиться неким мистическим образом для себя, опять же, того, что вы хотите. Не желая брать ответственность за свои желания, за свои потребности, которые у вас есть. Это, безусловно, не точно, это, безусловно, всего лишь догадки, но, скорее всего, так. Потому что из зелья и цыганка – это некий мистический, значит, детский элемент мышления, который, вероятно, вносит некую такую смячицу и хаос в ваше поведение. Неудовлетворенность, возможно, непредсказуемость, что-то еще. Вот. А также здесь вот нужно разбираться именно с данными аспектами, опять же, через, возможно, ассоциации. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. Значит, вы можете написать мне в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю, если сделаете мой ответ лучшим, буду благодарен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.